Умное движение. Психологи городской детской поликлиники работают по новой программе. Сегодня в ней задействованы 10 ребят дошкольного возраста. Какие новшества включает в себя новая методика, расскажет Арман Бенде. Кабинет психолога городской детской поликлиники открылся 5 лет назад. За это время методика работы с детьми претерпела немало изменений. Перенимая опыт коллег, североказахстанские специалисты создали новую программу. Если раньше все было сугубо индивидуально, то сейчас ребенок может поиграть в компании ровесников и тем самым учиться коммуникативным навыкам. В настоящее время возросло обращение детей с психологическими проблемами. В связи с этим на базе городской детской поликлиники запущена программа новая, которая называется «Умные движениями». Целью данной программы является оптимизация и организация психофизического развития ребенка, подготовка к обучению, адекватной адаптации в социуме. Эту комнату специалисты называют сенсорной. Благодаря различным приспособлениям в ней дети эмоционально разгружаются и ощущают себя в полной безопасности. Последний фактор немаловажен. Именно он способствует установлению доверительных отношений между психологом и ребенком. Сенсорное развитие является важной задачей в раннем и дошкольном возрасте, считает Марина Туматова. Сложность. Бывают дети, которые не хотят идти на контакт. Бывают дети, которые не хотят работать с психологом. Параллельно с родителями занимаемся. То есть родители не слышат, не принимают и не хотят сами заниматься с детьми. Мы уже стараемся, чтобы это решал сам родитель. Нужна ему помощь психолога, либо не нужна. Мотивация в первую очередь родительская должна быть. Прежде чем попасть в сенсорную комнату, дети проходят шесть индивидуальных занятий и только потом остальные 19 компаний ровесников. Перейдя в общую группу, ребята проходят арт и песочную терапии. Родители дошкалят результатами новой методики довольны. Улучшение пошло, все равно уже видно. Ребенку говорит, я хочу сюда, то что все равно постоянно ходить, заниматься в группе. Плаксивость была такая, что не получается, плакать начинали. Нам посоветовали ходить к психологу. Сейчас у нас этой проблемы нету. Лучше она стала, общительнее. К психологу он с удовольствием ходит, потому что здесь играет, развивается и общительнее стал. Сегодня по программе «Умное движение» обучаются 10 дошкалят. Арман БНД, Владимир Боровков, Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова